всем привет с вами андрей и сегодня у нас на ремонте такое вот устройство для автомобильных аккумуляторных батарей почему никто не любит ремонтировать самодельное устройство потому что обычно на них нет схемы мастеров которые берутся ремонтировать такие устройства слабое знание схемотехники тратится очень много времени на ремонт и после нескольких таких ремонтов человек осознает что не стоит полученные вот эти деньги того что он потратил по времени ну возможно это и так но для того чтобы успешно ремонтировать данное устройство не нужно просто от них отказываться просто нужно развивать свои знания в области схемотехники поэтому я ничего даже не боюсь отремонтировать данное устройство пару слов по качеству изготовления корпус хороший надежный девайс довольно таки тяжелый не менее 20 килограмм корпус явно использовался из-под какого-то советского устройства это у нас советский такой вот регулятор регулятор вижу только до 20 ампер тумблер советский переключающий режим заряд пуск и хороший такой насколько я не ошибаюсь 100 микроамперный приборчик который показывает ток заряда подписал значит человек что здесь у нас максимальное напряжение зарядки аккумуляторной батареи 14 7 десятых вольта а в режиме пуска устройство способно выдавать 120 ампер при напряжении 13 вольт как видите минимум информации но все очень информативно провода по квадратуре вижу что довольно таки качественные жесткие чувствуется что внутри много меди и небольшая толщина изоляция это хорошо что внутри много меди и второй момент посмотрите китайские крокодилы как отлично переделаны какой толстый слой медной накладки прикрученной с помощью латунного болта это все супер то есть устройство изготовлено очень качественно даже вот этот сетевой провод это два с половиной квадрата вилка не самая плохая китайская в общем устройство заслуживает внимание ну а теперь не неисправности еще сам как бы не осведомлен сказали что не работает и все давайте тестировать включаем засветился индикатор и так заряд сейчас у нас никуда концы не подключены крутим слышим интересные звуки усиливающиеся при максимальном вращении за часовой стрелкой регулятора и при этом у нас даже отображается почему-то ток хоть никакой нагрузки у нас нет вот это непонятный момент и вот пуск об что произошло пропал свет потому что защите включилась колодка включаем включаем колодку свет появился как видите теперь уже даже автомат срабатывает ну а теперь самое вкусное вот у нас сердце устройство трансформатор с броневым магнитопроводом есть следы локального перегрева обмоток непонятно почему это так учитывая то что отсюда выходит очень толстая шина каким образом это все могло перегреваться но запах если прислониться есть неприятный это конечно меня смущает вот у нас плата управления управление я так понимаю у нас идет по выходному току или напряжению значит стоит у нас он видно один и под ним такой же другой тиристор тиристор на 160 ампер поскольку здесь стоит только два тиристора и нет никаких диодов значит получается у нас схема со средней точкой но это все понятно это у нас трансформатор который питает плату управления там подписано количество витков напряжение холостого хода я так понимаю 220 на 19 вольт там еще вижу какой-то дроссель внутри есть или это какой-то трансформатор тока еще как бы немножко непонятно ну и первичка вижу идет через элемент с тремя выводами это тоже интересно предполагаю что какой-то из тиристоров пробился пока что у меня такое предположение поэтому просто можно с помощью стрелочного метра прозвонить оба тиристора даже например ничего не отпаивая кому интересно данную схему вы можете найти по запросу регулятор сварочного тока схема правда там данный регулятор регулирует по первичке но видите автор решил пойти дальше и все-таки сделал регулирование по вторичка что я считаю даже более правильным получается что у нас в данном случае и в одном и другом направлении на самом нижнем пределе показывает 0 ом должно ли быть так или нет а ну давайте подумаем вот я схематически нарисовал схему со средней точкой только вместо тиристоров стоят диоды ну и давайте представим мы прозваниваем с помощью аметра сюда подаем плюс сюда минус ток у нас никак не может течь не сюда и не сюда и то есть у нас должна быть бесконечность стрелка не должна совсем отклоняться должна быть как раз той стороне когда мы подадим сюда плюс а сюда минус то у нас путь прохождения будет и сюда и через низкоумную обмотку и сюда и у нас стрелка отклониться максимально близко к нулю то есть в эту сторону вот так вот у нас постоянно стрелка отклонялась максимально близко к нулю это еще при том что у нас как бы тиристоры стоят и тиристоры еще и закрыты и то есть никакого как бы у нас не должно было быть практически короткого замыкания получается что какой-то из этих элементов пробиты из-за этого постоянно звонится и в одну и в другую сторону практически стрелка показывает 0 ну что я уже начал откручивать нужно брать мощный паяльник здесь все сделано очень качественно отпаивать один из тиристоров и тогда смотреть что покажет один тиристор уже с распаянными выводами и что покажет другой тиристор как только я начал отпаивать эти тиристоры заметил очень много интересного ну первых но здесь провод был нормальный я его отогнул он этот провод изоляция не поплавлено а вот смотрите на изоляцию он того второго видите вся она поплавлено это очень интересно получается что тот тиристор по какой-то причине не по-детски грелся а грелся он видать именно потому что он уже пробитый был и как раз вот тот ток что мы видели это ток через этот тиристор второй момент посмотрите а управляющий замкнут с одним из выводов тиристора это говорит о том что просто этот тиристор используется в режиме диода да и все то есть здесь никакого управления по тиристору нет возникает вопрос а почем же тогда управление и помните я вам сказал про регулятор сварочного тока так вот это он и есть и он регулирует я вам сказал по первичке а вот эта штука йовина это не что иное как семистер на 40 ампер 600 вольт если присмотреться то там видна маркировка битей 41 600 by вот такие вот дела ребята получается что вот этот семистер с помощью платы управления управлял этим семистером управлял по первичке вот этим трансформатором а вот эти тиристоры включены просто были по схеме диодов и работали со средней точкой один из тиристора пробила в результате постоянно бежал в режиме зарядки ток у нас через одну полуобмотку ну и в результате этого подгорел трансформатор в режиме зарядки если вот я отбросил получается рабочую обмотку с рабочим диодом то у нас сейчас по идее никакого тока короткого замыкания уже быть не должно почему потому что у нас просто будет выходить переменка на вывод и все давайте проверим включим вот у нас режим заряда вот у нас максимум минимум ничего не изменяется вот у нас пуск тоже все нормально и так мы пока что на верном пути то есть нужно добраться отпаять этот вывод восстановить изоляцию заменить данный тиристор либо диодом на соответствующий ток либо таким же тиристором включив его точно также в режим диода ну и на этом я думаю что наш ремонт ну надеюсь закончится а теперь вопрос загадка для диванных экспертов чтобы видео немножко было разнообразное такое а то диваны эксперты пишут не ответы на все вопросы которые не меня ни других не интересует но никогда не пишут по теме вот напишите хоть раз покажите какие вы грамотные и так семистор да он имеет радиатор и к этому радиатору согласно дата шиту подсоединен 2 анод и вот этот как увидите радиатор через пасту теплопроводящий теплопроводящий без каких-либо прокладок соединен с корпусом прибора по идее у нас здесь то что на втором анодге для того чтобы убедиться в этом берем аметр и прозваниваем связь между корпусом и связь между вот этим радиатором смотрим 0 он плотная связь отпустили все прекрасно то есть если определенным образом включить сетевую вилку чтобы у нас попала на фазу то у нас должен загореться индикатор до вставляем смотрим горит ребята здесь у нас напряжение получается давайте померяем его с помощью стрелочного прибора включаем переменное напряжение берем 0 провод вот здесь меня 0 берем второй провод и вставляем корпус и фиксируем напряжение и напряжение при этом у нас получается где-то 80 вольт почему-то 80 непонятно ну да ладно 80 вольт да но если мы при этом еще возьмем 0 подключим маломощную лампочку и не помню 20 вольт что ли лампочка не светится странно и при этом и при этом странные слова а нам все равно напряжение нет ребят то есть посадили какую-то нагрузочку минимальная напряжение исчезла куда-то скажите возможно это из-за регулировки но в режиме пуска но почти на максимуме должно быть давайте в режим заряда поэкспериментируем ничего нет среднее положение ничего нет ничего не светится минимум ничего нет непонятно давайте может вилку перекрутим ничего не светится ничего нет странно да как так второе нот фаза светилась то и будет светиться если правильно вилку ставить опять но при этом только нет получается давайте еще раз посмотрим вот пожалуйста ответьте диванные эксперты нормальным специалистам не подсказывать диванным экспертом чем же здесь проблема но теперь вернемся к основной нашей теме да действительно получается это какой-то трансформатор тока вот значит этот по идее неисправный тиристор вот у нас этот провод поплавился хорошо что все таки он не сплавился соседним проводом это меня очень радует изоляция уже заменена и теперь давайте прозвоним неисправный тиристор посмотрите в одну сторону течет ток полностью и в другую сторону опять ток течет полностью теперь переворачиваем берем прозваниваем исправный течет ток но при этом сопротивление не нулевое в эту сторону ток не течет стрелка не отклоняется не столь чуть-чуть даже наконец-то я добрался до этих тиристоров это пожалуй самое сложное из ремонта данного устройства и так маркировка у нас т-160 давайте подкрепим это подсветкой ну а дальше напряжение должно быть там указано т-160 12 вот похоже вот это 12 это то ли 1200 вольт пришлось открутить от этих тиристоров вот этот вывод четыре винтика вот здесь отпаять провод он был вот здесь это я для себя первую очередь рассказываю ну и отпаять выводы от обмоток трансформатора от вторичных вот кстати маркировка 230 вольт 2037 витку и 19 вольт 170 витков вот так оно все выглядит сейчас со стороны меняем вот этого тиристора я специально даже отпаял вывод чтобы потом не путаться это мне напоминает как сказочка про то как курочка клевала зернышко подавилась и петушок должен был пойти попросить у моря водички море сказала что даст водички если он попросит там чего-то у рыбака рыбак сказал что он даст морю там чего-то если ему даст рыба чего-то и пошло-поехало в общем когда петушок всех удовлетворил и получил желанное то есть воду от моря то курочку уже и червячки сточили так вот и здесь пока доберемся до этого тиристора так пол жизни уже пройдет вот например и пришел звездный час этой книги тиристоры смотрим т-160 предельные параметры средний ток 160 ампер максимально допустимый действующий ток 250 ампер и ударный ток длительностью 10 миллисекунд 3300 ампер и до 12 это обратное напряжение 1200 вольт так ну тиристора у меня такого нет да и зачем есть у меня такие диоды и пойдут они аж бегом где-то с такими же параметрами до 161 по полярности все совпадает катод у нас сверху получается и здесь у нас катод получался сверху уже жалко какая и так ребята все установлено на место и теперь смотрите подключаю смотрим по верхней шкале получается где-то 15 вольт это при минимуме вращаем на максимум ничего не изменяется то же самое происходит и при пуске смотрим 15 вольт это холостого хода все напряжение но теперь бежим за аккумулятором был у меня старенький специально не сдавал именно для таких вот девайсов но и потестируем хотя можно принципе взять и одноомный резистор где-то у меня для этого дела он был что-то думаю не то но не рабочим диодом вернее тиристором все вроде бы даже регулировалась просто постоянно нагрузка получается было а сейчас ничего не регулируется смотрю смотрю и таки нашел где наша подсветка вот видите три вывода и эти три вывода идут на резистор вот почему ничего не регулировалось вот он наш одноомник по идее сколько ампер столько должно быть и вольт но естественно не более 15 потому что одноомник понимаете да ну смотрим вот мы дали уже 8 соответствует приблизительно 10 похоже 12 почти 12 11 с лишним даем максимум получается у нас где-то 13 ампер смотрим на напряжение напряжение у нас 14 с половиной вольт резистор начинает пахнуть как пахнут лампы в ламповом телевизоре когда накаливается прекрасно все нормально работает ну давайте пуск включим при этом видим напряжение где-то 13 вольт резистор пахнет но при этом никакого тока мы не видим потому что будет зашкал ну что же все нормально все по идее должно работать аккумулятор аккумулятор вот он подключен но поскольку он у меня заряжен то он даже делаю максимум и при этом вижу то не более пол ампера это нормально все хорошо возможно там у кого-то вопрос возник как вот такой вот вроде качественный резистор на 1 ом подключен зарядному устройству и при этом прибор показал не те же значения что напряжение в вольтах ведь по-нормальному 1 ом значит вольты и ток должны быть одинаковые все правильно ребята просто как вы помните этот прибор стоя до того как я собрал из-за этого конечно прибор неправильно показывал посмотрите вот теперь даю как вы помните было порядка 14 с половиной вольт ну вот вам и 14 с половиной ампер все теперь пляшет забыл охотником на медь вандалом добытчиком цвет мета это клондайк посерьезнее намного чем скажем вы возьмете с кинескопного телевизора здесь меди ого-го ребята вот она еще одно недавно видео по регулятором мощности я показал вот такое вот устройство и спросил какой микросхемы здесь не хватает вот здесь было пустое место и спросил что это за устройство к сожалению никто и близко правильно не ответил сейчас она уже закончена функционирует могу как-то про него снять видео кому интересно вернее видео материал есть нужно будет как-то засесть и сделать про это видео это устройство необходимо мне для ремонта определенных там устройств каких возможно все таки уже по схеме кто-то догадается особенно по вот этой маркировке что же это за такое устройство но на этом все всем спасибо за внимание до новых встреч ребята пока пока